Добрый день уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Тикмилы, семья Артур Идиатулин. Следуя за уверенным ростом потребительской инфляции в США на 1,9% в феврале, импортные цены также выросли на 0,6%, показали последние данные. После небольшого увеличения на 0,1% в январе и падения на 1,4% в декабре, лидером роста цен среди импортных товаров стали цены на топливо, то есть основной прирост инфляции в феврале пришелся на рост издержек, что не является довольно-таки качественным изменением инфляционного фону, так как он не был стимулирован ростом потребления, а сыграл роль внешний фактор. Без учета стоимости топлива импортные цены не изменились, естественно вызывая много вопросов к наличию скрытых факторов, сдерживающих инфляцию, вызванную тарифными войнами. Экспорты цены впервые за 3 месяца перешли также в рост, прибавили 0,6%, после падения на 0,5% и на 0,7% в декабре. О потеплении в тарифном противостоянии между США и Китаем и действии сезонных факторов может говорить рост цен на сельхозпродукцию. Это проблемная статья экспорта для США, цены на нее выросли на 0,2% в феврале, после снижения на 2,1% в январе. Экспортные цены без учета сельхозпродукции укрепились также на 0,7%, это произошло впервые с апреля 2018 года, то есть практически за год. Об улучшении торговли с Китаем также говорит динамика цен в торговле США с конкретными странами. Если рассматривать Китай, то цены на китайский импорт в США не изменились в феврале, после падения 2 предыдущих месяца. В то же время в ценах на экспорт наметился некоторый рост, в феврале он составил 0,7%. Что касается данных по рынку недвижимости, которые вышли также вчера, едва ноябрьским и декабрьским данным по продажам жилья удалось заранить оптимизм в сердцах застройщиков. Январские данные прервали положительный тренд, указав на месячное снижение в 6,9%. Получается, что в годовом выражении продажи домов в США не только выросли, но и сократились. Продажи новых домов, вот здесь этот график представлен, упали в январе до худшего значения с октября прошлого года. Наибольшая просадка спроса наблюдалась на среднем западе, где высокие цены отпугивали покупателей. Продажи недвижимости на стадии до начала строительства упало до 183 тысяч. Это худший показатель за 3 месяца, указывая, что темпы строительства ближайших месяцев будут вялыми. Несмотря на то, что медианная цена недвижимости также упала, она снижается уже довольно-таки долго, практически весь 2017 год. Покупательский спрос, как видно, требует еще более доступных цен. На инвестиции в жилье приходится около 13-18% от ВВП США, совокупного выпуска, поэтому прогноз по росту этого компонента будет последовательно пересматриваться вниз, так как улучшение не предвидится. А оккупировать данные от рынка недвижимости сегодня попробуют цифры по настроениям потребителей от университета Мичиган, которые, однако, остаются слабо восприимчивыми к дорогостоящим покупкам. Это подтверждает не только продаж жилья, но и легковых автомобилей. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник. Продолжение следует...